Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWave, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня я предлагаю вам посмотреть интервью с начальником отдела адресных проектов закрытого акционерного общества струнной технологии Кириллом Бадулиным, который только что вернулся из дальней зарубежной командировки. Здравствуйте, Кирилл. Добрый день. Так расскажите все-таки, откуда вы вернулись? Что-то вы не сильно загорели. Работали, небось? Конечно, работали. Но на самом деле я вернулся из города-государства Сингапура, и мы там участвовали в Сингапурском международном транспортном конгрессе и выставке 2018. Это мероприятие проводится раз в два года, и это такое знаковое событие как для рынка Сингапура, так и для всех стран Юго-Восточной Азии. А почему именно Сингапур? Ведь значимых выставок и стран, и других событий очень много. Ну, на самом деле Сингапур в Юго-Восточной Азии имеет особый статус. То есть когда-то это была отсталая территория, но сейчас это один из лидеров мира, я бы сказал. То есть сейчас это инновационный региональный центр всей Юго-Восточной Азии, в котором ВВП на душу населения меньше, разве что, чем в Японии. То есть в числе самых развитых стран мира. И можно, если говорить об истории Сингапура, он начал развиваться с международной торговли еще со средних веков. Дополнительный импульс получил благодаря тому, что он стал британской колонией в начале XIX века. И в 60-х годах XX века он обрел независимость, и с тех пор проводится специальная политика по развитию инфраструктуры, образования, науки и всех возможных сфер экономики этой страны. На сегодняшний день Сингапур стал международным финансовым центром, как я уже сказал, одним из богатейших государств мира, если в пересчете на душу населения. Центром развития инноваций, государство, которое практически полностью побороло коррупцию. Правда, иногда этого в этой стране добиваются не всегда демократическими методами. Например, штраф за курение составляет 500 долларов. Разве это не демократический метод? Он жестокий, но он демократический. Но, тем не менее, штраф за жвачку тоже 500 долларов. Страф за то, чтобы мусорить тоже 500 долларов. Поэтому там чисто, красиво, инновационно. Кроме того, хочу сказать, Сингапуру удалось добиться того, что не имея своей нефтепереработки, этот город имеет свои международные нефтяные котировки, от которых считаются цены по всего нефтяного рынка в Азии. Немножко становится понятнее, почему мы выбрали именно эту выставку, именно этот город. Конкретно о самой выставке расскажите, будьте добры. Для кого она, в первую очередь, предназначена? Ну и кто ее посещает? Ну, хочу отметить, что выставка проходила в одном из крупнейших выставочных центров Сингапура, Marina Bay Science Convention and Exhibition Center, который находится в том месте, где раньше плескался океан. Это насыпной остров, и когда-то Сингапур был целиком заболоченной территорией, сейчас это современный цветущий сад. Мне особенно нравится, что это Marina Bay, очень похоже на Марина Горка. В чем-то да. Какая-то связь прослеживается. Что-то в этом есть. И далее, если говорить про выставку, то оно проходило в двух больших павильонах вот этого выставочного центра на двух этажах. И этот конгресс, то есть транспортный конгресс и выставка были совмещены также с мероприятием по City Solutions Сингапур, это мероприятие по развитию умных городов, а также International Water Week, Singapore International Water Week. То есть водная неделя. Да, также это. Все ясно. А кто из знаковых фигур, там может быть VIP, посетил стенд Skyway? Наш стенд пользовался популярностью на этой выставке. Я даже не спрашиваю это, само собой, не сомневаюсь. Естественно. И если говорить об официальных лицах Сингапура, то нас посетили два высших должностных лица в транспортной отрасли. Во-первых, это министр транспорта Сингапура Хо Бун Ван, а также глава управления наземного транспорта Алан Чан. Оба заинтересовались нашей транспортной системой и следует отметить, что наш стенд был включен ими в состав официальной программы посещения. То есть наряду с такими компаниями, как Siemens, Токийское метро, Bombardier, Kawasaki и так далее. Это радует. Правильно ли я понимаю, наряду с Арабскими Эмиратами, которые очень активно заинтересовались проектом Skyway в последнее время, Сингапур также является одним из богатейших городов-государств мира. Так вот, правильно ли я понимаю, что наблюдается какая-то тенденция передвижения сферы интересов Skyway все больше от стран, мягко говоря, небогатых, не буду никого вспоминать, чтобы не обижать, в сторону располагающих значительными финансовыми ресурсами? Ну, здесь, наверное, не совсем так. Нашей конечной целью является качественное продвижение технологии Skyway на всем мировом рынке. А вот эти богатые города, которых вы указали, Дубай, в котором была предыдущая выставка, и Сингапур, они являются региональными центрами, куда собирается очень много представителей из стран-соседей. И если вот сам Сингапур, он достаточно небольшой по территории, то есть нельзя говорить, что там колоссальный спрос на транспортные услуги, просто исходя из того, что у него маленькая площадь и не слишком большое население, порядка 5 миллионов. Но туда приезжают люди со всего мира, то есть со всей Юго-Восточной Азии. Да, Сингапурский аэропорт знаменит во всем мире и своими размерами, масштабами, и своей организованностью. То есть наверняка интерес к транспортной сфере там присутствует, и наверняка он немаленький. Для окружающих регионов территории Азии в целом понятно, что решения Skyway представляют огромный интерес. А вот для самого Сингапура конкретно хотелось бы узнать. Если говорить про сам Сингапур, то я вижу там, наверное, два возможных применения для нашей технологии, поскольку там существует очень развитая система метро, которая покрывает весь остров во всех направлениях, то я бы видел применение Skyway конкретно в Сингапуре, во-первых, для решения последней мили, чтобы добраться до конкретной точки, потому что, например, мы жили в отеле, который вроде бы расположен в центре, но до метро 10 минут. И когда на улице жара 30 градусов, согласитесь, это не очень удобно. То есть пользоваться метро в таких условиях. Второй момент — это наша технология может быть применима на территории университетов, а также технопарков. И вот один из университетов подходил ко мне на выставке. Они интересовались возможным применением нашей транспортной системы как инновационной составляющей передвижения по кампусу. И мне кажется, что в данном случае у нас есть все шансы побороться за такое предложение. — Спасибо. Все-таки возвращаясь из Сингапура в наши реалии, исходя из разговоров, из встреч с гостями стенда, с гостями выставки в целом, много ли из них приедут, например, на наш эко-фест 4 августа в Марину Горку? — Ну я думаю, что да, на самом деле. Потому что наш стенд посетили целые делегации наших новых партнеров из таких стран, как Австралия, Малайзия, Вьетнам, Филиппины, сам Сингапур. То есть наш стенд пользовался у них в том числе особой популярностью, поскольку это возможность пообщаться с представителями залов вживую, которые находятся в Европе очень далеко. Здесь получается из Малайзии, например, из Куала-Лумпура лететь до Сингапура всего один час, то есть практически все рядышком. И кроме того, у них еще была уникальная возможность посидеть в нашем ени-байке, который мы из Дубая привезли в Сингапур и демонстрировали там в качестве нашего подвижного состава, который не только настоящий, но еще и сертифицирован. Прекрасно. Спасибо большое за столь интересный рассказ. И я думаю, что ваше участие в выставке будет плодотворным. Поддерживайте наш проект, подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на нашем сайте, и тогда все то, чем вы занимаетесь, будет находить отклик и вызывать интерес в самом дальнем уголке нашей Земли. Строй Skyway! Спасай планету!